МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Она проникает всюду и окружает нас с момента рождения и до самой смерти. Она разрушает целые горы, но создает планеты и звезды. Она – ровесница самой Вселенной. Но лишь в недалеком прошлом наука обратила на нее внимание. Ученые десятилетиями бьются над тем, как искоренить ее. Но любая домохозяйка знает – избавиться от пыли невозможно. Когда еще не было цивилизации, древний человек родился, и пыль уже присутствовала. Пыль появилась так же, как вода и как все остальное. Просто другое дело, что до тех пор, пока мы не развились, пыль была менее вредная. Сегодня проблемой пыли занимаются экологи и химики, физики и инженеры. Одни ищут средства, чтобы избавиться от нее. Другие, напротив, видят в пыли уникальный объект для исследований, способный рассказать много интересного. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Каждый понедельник в Третьяковской галерее начинается одинаково – с борьбы с пылью. В войну против нее ведет целая армия профессионалов, вооруженных десятками различных инструментов. Обрабатывается все – стены, потолки, плинтусы, картинные рамы. Это – работа не только для службы уборки, но и для реставраторов. Они – единственные люди, имеющие право смахнуть пыль с произведений искусства. Икона покрыта лаком, и на этот лак отседает пыль. И эту пыль очень мягко снимает вот эта кисточка. Когда поверхность очень залатчена, то можно удалить с помощью такой вот тряпки. Это делается легкими движениями. Это вот слегка, вот слегка, еле касаясь поверхности, пыль снимается, но лак не портится. Сотрудники музеев постоянно ищут способы спасения произведения искусства от губительного воздействия пыли. Чтобы она не попадала на полотна, их буквально запечатывают в рамах, ограждают от внешнего мира. С одной стороны – стеклом, с другой – арголитом и тканью. Если картина промыта, покрыта лаком, достаточно 10, 15, 20 лет, чтобы она практически наполовину изменилась уже тонально. То есть она становится темнее, краски не такие яркие. И, в общем-то, теряется впечатление от той живописи, которая была изначально написана художником. Вот стекла, они защищают в какой-то степени. Но недостаточно, потому что пыль, она проникает, как правило, везде. Все это лишь малая часть системы борьбы с пылью в музее. Главная же работа возложена на принципиально новые технологии. Перед вами вот установка самая ТК-4-2, которая обрабатывает свежий воздух. Здесь находятся фильтры, которые улавливают воздух. Фильтр, который перед нами, это вот он был в начале вот такой. Косик определенного периода работы, он становится серым, серым, серым. И потом под конец вот по этому дифмонометру определяется, что уже грязный, фильтр надо выбрасывать и вставить снова. Система подготовки воздуха в музее занимает три этажа. Чтобы попасть по трубам в хранилище и зала, воздух преодолевает целый комплекс различных фильтров. На первом этапе задерживается крупная пыль. Вторые фильтры очищают воздух от вредных химических соединений, абсорбировавшихся на ее частицах. И, наконец, завершающая стадия – вылавливание самых мелких частичек, размер которых в несколько раз меньше диаметра человеческого волоса. Но с главным источником пыли здесь бороться невозможно. Ведь это – сами посетители, вернее, их обувь. Сотрудники музея вынуждены признать – полностью искоренить пыль им не помогают даже самые современные технологии. Оргавевшие частицы кожи, они точно так же пылят с поверхности наших рук и лица и попадают в воздух. Сегодня избавление от пыли – жизненная необходимость не только для музеев. Во многих сферах эти мельчайшие, почти незаметные частички стали едва ли не главным врагом человека. Этот респиратор достаточно хорошо защищает от пыли. Но так как у нас в день образовывается до полутонны пыли, мне приходится пользоваться системой дополнительной очистки, системой аспирации. Завод по производству сухих страйсинных смесей. Всего две производственные линии дают в год больше 200 тонн пыли. Если бы человек не нашел технологических решений справиться с ними, этот завод, как и многие другие, просто бы не смог существовать. И дело совсем не во вреде для здоровья. При больших концентрациях пыли в воздухе она становится просто гремучей смесью. При малейшей искре она просто-напросто взрывается. То есть она не просто действует губительно на организм человека, она может загореться, может взорваться и разнести здесь все предприятие. Опасную пыль можно найти не только на строительных предприятиях. Алюминиевая, древесная, пыли с мукомольных заводов. Любой техногенный мусор может в мгновение ока вспыхнуть от случайной искры. Сегодня на заводе об этой угрозе уже не задумываются. Проблему пыли решили современные технологии. Это сложнейшая система очистки воздуха. Если выложить в одну линию все 240 установленных в ней фильтров, они займут почти километр. Такие меры защиты позволяют оградить от пыли и сам завод, и окружающую среду. Вся пыль, которая у нас накапливается на производстве, попадает в такие мешки, которые вмещают до одной тонны пыли. Таких мешков мы за неделю меняем порядка 4-5. То есть можно себе представить, если бы не было системы очистки воздуха, то вот эта вся масса оказалась бы в атмосфере. Сегодня каждое современное производство оснащено подобными системами фильтрации воздуха. Но все же война с пылью до сих пор не выиграна. Ежедневно на дорогах одной только Москвы оказываются тонны пыли. В мегаполисах с пылью борются десятки видов техники. С каждым годом она становится совершеннее. Но принцип работы всегда один. Сначала влажная уборка, затем пылесос. Каждый день четыре сотни машин в круглосуточном режиме убирают с городских трасс пыль и грязь. Сколько заливаем? 10 тонн воды. Их хватает на полчаса работы. Это примерно где-то на 7-8 километров. Если пробки, как в Москве бывает на МКАДе, ну это, грубо говоря, где-то 3-4 километра. На дороге Москвы выливается более миллиона тонн воды в месяц. Это жизненная необходимость для города. Без обильного смачивания пыль на шоссе высохнет и поднимется в воздух. Дышать им станет просто опасно. В обычный летний день дорожные пылесосы только на кольцевой автомагистрали собирают около 130 кубометров пыли. Но уже на следующий день здесь окажется такой же слой новой грязи. Если бы мы не убирали Москву, то, конечно, мы бы заросли грязью и пылью. Но это уже становится привычным для жителей и гостей столицы, что Москва умыто причесана с утра. Откуда же берется такое огромное количество пыли? Источников тысячи. А потому в разных местах можно найти совершенно непохожие друг на друга частицы. Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить под микроскопом образцы пыли, собранные на значительном расстоянии друг от друга. Например, на образцах пыли, полученной с Москвы, с Варшавского шоссе, наблюдается пыль, которая по размеру не сильно отличается друг от друга. Образцы пыли, которые были получены с Калуги, не слишком оживленные трассы, данная пыль обладает частицами, которые сильно разбросаны по размеру. То есть мы тут можем встретить как частицы от 2 миллиметров до частиц порядка 600-700 микрометров. Что свидетельствует о том, что, скорее всего, пыль является природной, нежели какой-то промышленной. Мощные микроскопы помогают ученым не только выяснить состав пыли, но и найти в ней немало удивительного. Космическая пыль – одно из уникальнейших явлений и в то же время вполне обычная. Ведь она находится буквально у нас под ногами. И пока одни ученые ищут способ борьбы с пылью, другие готовы ехать за ней хоть на край света. Поскольку ежемоментно падают микрометеориты на поверхность, то вот на этой площадке наверняка их присутствует порядка нескольких десятков-сотни. Но, как вы видите, пыль, которая здесь есть, и все мелкие частицы делают их сбор практически невозможным. Потому что если вы соберете отсюда всю пыль, то, наверное, вы получите ее около килограмма. И выделить микроскопические частички, которые весят несколько микрограмм, практически невозможно. Именно поэтому космическую пыль очень-то хорошо собирать во льдах. Ежегодно на нашу планету выпадает 30 тысяч тонн космической пыли. Но исследователи отправляются искать ее за полярный круг, туда, где идеальная чистота. После каждой экспедиции – месяцы кропотливой работы перед микроскопами. Еще несколько десятилетий назад это казалось фантастикой. Но уже сегодня наука способна сделать немало открытий, благодаря изучению мельчайших космических частиц. До недавнего времени основной источник знания о составе, о тех процессах, которые происходили в Солнечной системе, являлись метеориты. И, пользуясь современными методами исследований, мы можем расшифровать историю тех тел, на которых они образовались. Но в последнее время, благодаря развитию аналитической базы, то же самое мы можем делать и с космическими пылинками. Исследователи установили, что даже самая маленькая пылинка несет в себе уникальную информацию о нашей Вселенной. А значит, человек способен сделать немало открытий о космических материях, находя предмет изучения прямо у себя под ногами. Мы получаем массу вещества, которые происходят от различных твердых тел нашей Солнечной системы. Либо то астероидов, либо то комет. Можно даже предположить, что и планеты, такие как Марс, Луна, они тоже пылят, и мы где-то можем найти эти пылинки. Исследуя космическую пыль, ученые реконструируют процесс становления нашей Солнечной системы. Выпадающие на Землю пылинки хранят в себе знания об эволюции космического вещества, из которого сформированы все планеты. Ученые надеются расшифровать данную информацию уже в ближайшие десятилетия. И все это при помощи пыли. Некоторых исследователей интересует не только космическая, но и самая обычная, уличная пыль. Этот автомобиль можно встретить в любое время суток. Каждый день он ездит по новому маршруту. Его цель – собрать самые мелкие частички пыли и определить их концентрацию в воздухе. Внутри прибора установлен специальный ленточный фильтр, который первоначально облучается светом. Через фильтр проходит луч света. Далее на этот фильтр через него прогоняется анализируемый воздух. Пыль, оседая на фильтре, накапливается. Далее снова этот фильтр вторично облучается светом, проходит через него свет. И два значения сравниваются. То есть как прохождение света через чистый фильтр и прохождение луча света через загрязненный фильтр. Вот уже несколько лет сотрудники особой экологической службы выезжают на дороги, чтобы вести круглосуточный контроль над пылью. Эта необходимая мера появилась с тех пор, как было доказано. Пыльная взвесь вредна для здоровья. Произошел кардинальный скачок на глазах. Кардинальный скачок в понимании роли взвешенных веществ с точки зрения влияния на здоровье. Нормативы были достаточно мягкие, то есть допускалось достаточно высокое содержание этих взвешенных частиц в атмосфере. То за последние 10 лет принципиально получен ответ, что есть мелкие фракции, которые уже в небольших количествах, в любых количествах негативно влияют на здоровье населения. Появились жесткие нормативы, которые регламентируют уже эту фракцию. По экологическим нормам концентрация мелких частиц не должна превышать 300 микрограммов на кубический метр воздуха. Впрочем, приносит ли пыль вред человеку, зависит не только от ее количества, но и от химического состава. Чтобы определить содержащиеся в ней микроэлементы, экологи привозят в лабораторию десятки образцов пыли. Они отбираются на пунктах контроля воздуха в разных районах города. В качестве примера вот так вот выглядит фильтр, на который производится отбор проб пыли. После того, как произошло отбор проб пыли на автоматической станции, фильтр уже представляет собой вот такой вот вид. Самое сложное в исследовании пыли – определить ее вес. Слишком мелкий объект. Все частички на фильтре весят не больше миллионных долей грамма. На точность измерения может повлиять любой фактор. Вибрация от близлежащей дороги. Шумы и даже дыхание исследователя. Избежать всего этого позволила только специально созданная система для взвешивания пыли. Она с максимальной точностью высчитывает разницу между весом фильтра до взятия на него пробы и после. Процедура достаточно сложная и длительная. Дело в том, что перед тем, как взвешивать, фильтр должен выдержаться при определенных условиях. Это температура 20 градусов тепла и влажность около 60% должна быть. Выдерживание происходит в течение 24 часов. И только после этого идет уже взвешивание. Ежедневно лаборанты экологической службы проделывают сложнейшие операции с запыленными фильтрами. Они переводят пыль в жидкость, затем получают из нее аэрозоль – мельчайшие взвешенные частички. Под действием высокой температуры последние разлагаются до атомов. Только так с предельной точностью можно определить в пыле наличие опасных соединений. Это металлы, различные металлы от серебра до филена. Их очень много. Каждый обладает своими свойствами. И по содержанию в воздухе можно судить о том, загрязнено или нет. По химическому составу пыли можно определить и точные источники ее происхождения. Помимо пыли космической, среди них обнаруживаются еще более экзотические. Содержание мелких взвешенных веществ, которые мы фиксируем в атмосфере Москвы, где-то порядка 30% – это пыль не московская, это пыль, пришедшая с воздушными массами. Это пыль общая, это такая мировая пыль. Пыль, возникшая на территории одной страны, через сутки окажется у соседей, через 7 суток она оказывается на другом конце земного шара. Мельчайшие частицы пыли способны 8 раз обогнуть земной шар, прежде чем опуститься на землю. Поэтому на московских улицах можно встретить и песок Сахары, и пепел европейских вулканов, и даже лечебную соль Мертвого моря. Правда, в Москве такой полезной морской пыли меньше 1 микрограмма на кубический метр воздуха. В прибрежных городах ее содержание в 50 раз больше. В воздухе присутствуют частички, частички разных микроэлементов. Они где-то в 12 раз меньше табачного дыма. Тем не менее, вот эти частички, они нам просто жизненно необходимы. Полезная пыль подтолкнула российских ученых к необычному изобретению. Можно ли искусственным путем сымитировать образование мельчайших частичек морских солей? В результате появился уникальный прибор – генератор морского воздуха. Мы подумали, что вот если мы все-таки создадим и научимся управлять этой полезной пылью, мы людям подарим, пусть более простой вариант морского воздуха, но мы этот морской воздух подарим им в квартирах, мы подарим в детских учреждениях. И все же большая часть пыли имеет вовсе не природное происхождение. Ее производим мы сами. Огромным количеством пыли города обеспечивают автотранспорт, промышленность и сжигание топлива. Техногенная пыль не несет в себе ничего хорошего. Частички размером всего в 10 микрон легко проникают в трахеи и бронхи и могут вызвать заболевания дыхательных путей у любого жителя мегаполиса. Сегодня инженеры разрабатывают сложные фильтрующие системы для жилых домов. Ученые подсчитали, что за год в обычной квартире может скопиться несколько килограммов пыли. На сегодня даже есть очень интересные исследования Всемирной организации здравоохранения, которые говорят, что концентрация бытовой пыли настолько велика и высока, что вклад в негативные эффекты для здоровья бытовой пыли больше, чем те взвешенные вещества, которые попадают к нам в дыхательную систему, когда мы находимся на улице. Полвека назад в домашней пыли были обнаружены неизвестные обитатели крохотного размера – пылевые клещи. Но действительно ли они водятся в каждом жилище? В качестве эксперимента специалисты Московского физико-технического института исследовали 11 образцов пыли из разных квартир под электронным микроскопом. Результат оказался неожиданным. Несмотря на то, что считается, что в домашней пыли содержится очень много клещей, порядка 15 тысяч на 1 грамм домашней пыли, во всех нами просмотренных 11 образцах домашней пыли в спане, в коридоре не было обнаружено присутствие клещей. Впрочем, даже если клещи где-то и встречаются, то серьёзные угрозы всё равно не представляют. Ведь человек живёт рядом с ними очень давно. Куда опаснее новые составляющие пыли, появившиеся не так давно. Находясь в квартире, ведя абсолютно здоровый образ жизни, вы ежедневно получаете примерно 100 миллиграмм, 150 ядовитых веществ, которые выделяют мебель, пластики и всё, что нас окружает. Последние несколько лет российские учёные занимаются разработкой нового поколения фильтров для борьбы с последствиями техногенной жизни. Это наш генератор загрязнений. Он имитирует уличное загрязнение, но только в концентрации, превышающей уличное в 100 раз. Теперь эту грязь пускаем в нашу очистную систему. И видим, что на выходе у нас абсолютно чистый воздух, что ещё в недалёком прошлом было недостижимо. В основе фильтров нового поколения лежит принцип фотокатализа. Съединения, оседающие на пыли, полностью разлагаются до безвредных составляющих углекислого газа и воды. Чтобы проверить, как фильтры справляются со своей работой, их проверяют с помощью самого сложного загрязнителя – табачного дыма. Ведь он состоит из мельчайших твёрдых пылинок. Проверяются фильтры и на эффективность борьбы с различными современными угрозами – бактериями и опасными химическими соединениями. Раньше фильтры позволяли чистить только от грубых пылей, взвешенных в воздухе. То современные фильтрующие системы позволяют чистить от биологических объектов, от мелких пылей и даже от запахов. То есть фактически, живя в центре крупного города, мы можем в своей квартире иметь воздух такой же, как мы бы имели за городом. Всего за пару десятилетий пыль из малозначимого и почти незаметного явления превратилась в один из центральных объектов исследований. И за этот небольшой срок человек успел достичь многого. Он научился ограждать себя от опасной техногенной пыли и извлекать пользу из пыли естественной. И это только самое начало пути. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова